Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Болите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о церковном расколе. Почему эти церковные расколы возникают? И почему все же таки их не надо бояться? А инструменты, которые у нас сейчас в руках, используются, как правило, не для убийства людей из-за религиозной нетерпимости, а используются именно для заготовки дров. Как правило, всеми всегда. В общем, у нас самовар закипел. Мы пьем чай и беседуем в церковном расколе. Ну, а вообще, очень много оказалось найдено изречений бюджителей церкви, святых отцов, о том, что церковный раскол, это уж прям так, на самом деле, типа страшно, что раскольники это практически чуть ли не самые первые люди после дьявола. Что это хуже, чем уже учения, чем госизмена, чем там вообще все, что такое может быть. А ведь сейчас идет как раз большой коронавирусный раскол. И люди, зная обо всех этих изречениях, дико-дико боятся всего и всех. Куда-то непонятно, куда бегут, непонятно с кем, непонятно за кем и к кому. И даже вроде собрались даже воевать, только непонятно с кем и как. Что это вообще такое, я не понимаю. Ну, потому что любой церковный раскол – это историческое событие. Любое изречение какого-то святого отца, или учителя церкви, или просто писателя древности, оно всегда написано в какой-то ситуации исторической. И любой анализ этих изречений святоотеческих необходимо проводить с учетом ситуации, в какой эти изречения были сказаны. Потому что церковный раскол – это нераскалываемое бревно. Как думаете, удастся ли мне это сделать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В данной ситуации раскол не удался. Любой церковный раскол – это историческое событие, которое имеет и экономические цели, и политические цели, и связано с очень-очень многими факторами. А это вот как раз те самые наши дрова. Вот в таком виде мы их и получили с ресурса, который называется «Куча строительного мусора». И эти дрова мы будем не только раскалывать, но и пилить. В Средневековье Единая Христианская Церковь делала то, что сейчас делает Организация Объединенных Наций. Помимо возможностей, помогала отдельным феодалам друг с другом поменьше воевать, чтобы они друг друга не перебили. Правда, почему-то всё-таки у неё плохо это получалось, и всё равно воевали. Ну, на то и феодальная раздробленность. А сейчас церковь уже и эту задачу выполнять не может, потому что церковь больше не является ни крупнейшим феодалом, не бюджетнообразующим холдингом. Храмы сейчас убыточные, и политическое влияние церкви на общество примерно нулевое. И отчётливо проявляется главный недостаток Единой Церкви. Деньги фейхажан за границу уходят, а из-за границы ничего доброго не приходит взамен. По этой же причине произошёл раскол между Римом и Константинополем. И по этой же причине произошёл раскол между РПЦ и Киевским Патриархатом. Вот они, результаты раскола. Обратите внимание, что при расколе дрова никуда не пропадают. Они просто преобразуются в другой формат. Константинополь с Римом не дружат. Киев с Москвой не дружат. Вот основная причина церковных расколов. Церковный раскол, он выгоден не каким-то врагам церкви, каким-нибудь сарацинам или жидомасонам. А именно, самим христианам из этих церквей. В общем, в таком формате, в каком эти дрова находятся, их удобно перевозить. Да. Но в печку они не влезают. Просто не влезают. Печка маленькая, для таких больших бревен она не приспособлена. Поэтому эти дрова надо привести в другой формат. Чтобы они были мелкие. Вот, если бы мы были в лесу, мы бы положили два больших бревна. Между ними наложили всяких мелких щепок мха, травы, мелких веток. И у нас получился бы такой костер, который горел бы очень долго и не очень сильно. Вот, с дровами как раз такого формата, или даже более длинными. Но в печку такие не влезают. Поэтому эти дрова мы будем пилить. Если бы мы жили в средневековье, то нам всем было бы выгодно иметь единую христианскую церковь. Потому что напали враги, обратился к римскому папе, и римский папа прислал рыцарей. Кстати, в качестве оружия цепная пила совсем неэффективна. Точно. Компьютерная игра Doom вела своих пользователей в завлуждение. Пилить удобно, только неподвижно лежащие бревна. А против бронированного противника гораздо эффективнее топор. Причем стучать тупой частью по его бронированному шлему. А в современном обществе выгодно, чтобы было много разных церквей, как в Америке. Чтобы каждый пастырь защищал политические и экономические интересы своих прихожан. Которые ему дают за это, вообще-то, пожертвования. И платят десятину. А сейчас в РПЦ получается так, что все платят, все пожертвования идут патриарху. А патриарх защищает политические интересы текущего президента, ну и, может быть, еще банкиров и бандитов. И это очень многим не нравится. А в Америке-то какие-то баптисты, мормоны, а нам-то хочется именно православного пастыря. А у нас будет не баптисты-мормоны, а у нас будет в рамках православия в каждой деревне Гадюкино какой-нибудь Сергий Романов. Здорово. Который с высокой колокольни местного храма плюет на РПЦ и на патриарха. И озвучивает интересы местных жителей. А вдруг он будет защищать интересы каких-то бандитов, а не обычных работяг? Он будет защищать интересы тех, кто защищает его самого. Может быть, бандитов будет защищать, может быть, местного какого-нибудь губернатора, может быть, казаков, может быть, вообще рептилоидов. Никто не знает. На то и феодальная раздробленность. Церковь эта живет до сих пор при феодальном строе. И имеет все недостатки этого феодального строя. И то, что церковь единая, то это не то, что она построена по современному демократическому принципу. Она построена просто как очень крупный феодал. И сейчас она просто распадается, потому что многим такой подход не нравится. И в некоторых случаях бывает очень полезно, если расколоть именно очень мелко. Упаньки! Что-то не получается. Что-то я плохой расколник. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот дрова наколотые, они быстрее разгораются, быстрее и легче разгораются, но и быстрее сгорают. Такой вот чурбан мы кладем на горячие угли, закрываем поддувало, и он долго-долго тлеет и нас греет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут еще имеются листовки, которые нам при храме надавали. Так, сейчас, кстати, посмотрим, чего тут пишут. Ага, тут обвиняют нашего патриарха Кирилла в том, что он встречался с римским папой и о чем-то там с ним говорил. Ну, конечно, патриарха Кирилла есть за что критиковать, но, по крайней мере, не за то, что он выполнял свою работу. Это точно. Потому что епископу встречаться с другими епископами, это как, ну, президенту встречаться с другими президентами. Это его работа. Да, это его работа. Так что эти листовки, они годятся только для того, чтобы разжигать огонь. Если они используются как информационный материал, они разжигают огонь вражды на почве религиозной нетерпимости. А мы будем просто разжигать этими листовками обычный огонь. Обычный огонь, чтобы этот огонь грел воду, и мы могли пить чай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, разгорелся. Разгорелся? Да, вот какая-то польза от листовок церковных раскольников. Ха-ха-ха. 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 В общем на этом мы прощаемся с вами Это были Семьеведы-любители Колян Платков Елена Магадан Подписывайтесь на наш YouTube канал Платочек Ставьте лайки, пишите комментарии Если поставили дизлайк Напишите за что дизлайк Будем работать над ошибками Спасибо за внимание До встречи в следующих видео До свидания